всем привет с вами кекс и сегодня я хочу повторно рассказать о том как я делаю карамельный крем очень много вопросов возникло у девочек по поводу карамельного крема поэтому хочу вам именно наглядно показать потому что девочки говорят что лучше один раз увидеть чем сто раз услышать смотрите сразу пока я говорю четыре столовые ложки сахара я поставила в кастрюльку здесь у меня в стакане 300 миллилитров молока и отдельно в ковшике я смешиваю еще 100 миллилитров молока и у меня здесь оставалось два желтка с безе которая у меня уходила в тортик то есть я эти два желтка можно просто добавить яйцо тот сахар который я показывал сыпала в кастрюльку я его в это время поставил на огонь она у меня стоит это все на огне тем временем я занимаюсь второй частью нашего крема сюда я всыпаю 3 столовые ложки крахмала и 2 столовые ложки муки это нужно смешивать почему потому что у них разный принцип действия и поэтому крем получается и не тягучим как желатин и при этом густым ну это это в общем заморочки вам нужно знать что надо смешивать обычного в пропорции мука крахмал то есть муки все равно нужно ложить меньше но мука должна быть все это добро нужно тщательно сразу перемешать потому что если крахмала сядет на дно то он там собьется в комочек вы видите сразу добавляющий туда ванильного сахара и все это перемешиваем я именно решила повторно остановиться на этом креме потому что он у меня идет в два вида тортиков один это сникерс который я показывала и один это тортик опиум тоже идет с карамельным кремом рецепт этого тортика я выложу в следующих свои видео смотрите потому что уже снято уже все готово увидите у меня начал растапливаться и коричневеть сахар то бишь становиться жженка нам не нужно доводить до черного цвета нам надо чтобы растворился сахар и стала одной янтарного цвета не просто прозрачного янтарного мы перемешали это все и вот я конечно обычно ложку в этот момент достаю молоко подогрели в микроволновке вот эти 300 грамм которые мы отставляли не закипятили а просто подогрели и потом горячее молоко вливаем сюда ну вот минус того что ложку не достала сразу обычно просто я не снимаю одной рукой а держу ложку поэтому в общем смотрите мы влили туда горячее молоко и там уже сразу карамелизировалась наша карамель и теперь карамель расходится по нашему молоку и получается такое ароматное карамельное молоко но так как сахар когда обжигается меняет немного свой вкус он перестает быть таким сладким приобретает именно карамельный вкус поэтому молоко нужно делать 4 ложки если мы берем на карамель то потом еще добавить отдельные 4 эти столовые ложки сахара в отдельности ну я понимаю что у меня на 400 миллилитров молока и плюс у меня это будет на пачку масло то бишь мне 8 ложек вот таких вот полных с горкой будет достаточно я написала здесь что я положила три но плюс еще ванильный сахар и я где-то еще пол ложки просто досыпала потому что я люблю чтобы было довольно сладко сейчас я взбиваю вторую массу которую мы с вами яйцо мука крахмал и тоненькой струйкой вливаю сюда карамельное наше молоко взбиваю взбиваю чтобы наши яйца не свернулись особенно если это вас целое яйцо не желтки и возвращаю обратно кастрюльку и собственно как обычный заварной крем постоянно помешивая я возвращаю на огонь и взбиваю как понять что начинает загустевать наш крем то бишь уйдет пенка вот вы сейчас видите я когда взбиваю образовывается сверху пенка и когда у нас начинает уходить пенка то тогда у наши молок наш крем вот-вот будет готов я обычно в тот момент немного уменьшаю газ и как бы на маленьком огне довожу уже до кипения наш крем почему нужно довести именно до кипения потому что иначе будет слышен привкус крахмала особенно если вы пользуетесь не кукурузным картофельным крахмалом поэтому лучше дождитесь такое как вы будете ощущать внизу ложкой ложка не надо слышать это чтобы не подгорело как шкварчание такое или именно увидите бульбашки которая поднимается вот я увидела что у меня уже поднимаются бульбашки высота крема меня устраивает отставляю еще пару секунд взбиваю и потом я пленочкой накрываю это все добро под самый под самую завязку так сказать и это все остывать у нас пошло потом я это все вернула и вместе с сахаром она у нас стояла на столе добивалась я этим комнатной температуры обязательно чтобы масло и крем наш был одинаковой комнатной температуры крем вот вы видели что у меня там пленочка поверху лежала крем густой не пугайтесь потому что девочки часто спрашивают вот крем вышел густой что делать это плохо хорошо непонятно вот крем получается густой в этом плюс у вас благодаря маслу крем будет воздушный и легкий и в то же время он у вас не будет течь так если мы добавляли туда обычную белую сгущенку или обычный заварной крем который будет немного жиже то есть этот крем у вас не потечет ну и сейчас мы по одной столовой ложке добавляем туда нашу карамельную основу постоянно перемешиваю миксером добиваясь полного растворения каждой ложки перед тем как насыпать следующую и так уже вбиваю полностью всю массу чаще всего вот беру пропорции один к двум одна пропорция масла на две порции крема то бишь вы можете туда вводить любую основу то есть если у вас масло нормально то она у себя примет в два раза больше другой жидкости не масляной так скажем вот собственно практически вот уже готов наш крем то бишь ничего сложного но те кто хотел посмотреть пожалуйста вот для вас это видео я думаю если вдруг у вас что-то не будет получаться вы мне пишите я постараюсь ответить на ваши вопросы вдруг я что забыла указать в своем видео этот крем я уже говорила пойдет у меня в торчик он будет с маком так что смотрите следующих моих видео вот густой красивый карамельный крем ароматный очень приятный в работе крем даже можно розы с него крутить так что с вами был ваш кекс спасибо что смотрели мое видео будет еще много всего интересного подписывайтесь на мой канал кто не подписан целую люблю пока пока